Вот так вот есть. Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в неловкие ситуации. Будь то боязнь потерять лицо, прилюдная неудача или стыд за другого человека. Зачастую такие ситуации наносят человеку сильный психологический урон. Мы постоянно прокручиваем их в голове, возвращаясь вновь и вновь к этим мыслям. Даже перед сном, лежа в кровати, мы вспоминаем, как сказали что-то не то в разговоре и стали мишенью насмешек. А это уже прямая угроза здоровья, ведь подобные чувства и мысли могут привести, как минимум, к нарушению сна. Попав в такую ситуацию, мы не понимаем, как выкрутиться, ощущаем собственную беспомощность, начинаем нервничать или даже краснеть. Мы лишь сильнее закапываем себя в яму эмоций, и диалог, который сначала шел так, как мы задумывали, имеет абсолютно противоположный исход. Да, предотвратить попадание в неловкие ситуации невозможно, но разобраться, как выгодно из них выходить, вполне реально. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Когда началась Вторая мировая война? Что? Но перед началом ролика ответьте мне всего лишь на один вопрос. Как вам вот этот сайт? А вот этот? Хотя у всех, безусловно, разные вкусы, очевидно, что второй сайт лучше. Необходимость красивой упаковки сайта лично я осознал давно. И так же давно я осознал необходимость дизайнеров в команде, хороших дизайнеров. Однако, хороших специалистов на рынке бывает очень трудно найти. А профессионалы берут очень много. И вот, совсем недавно со мной связались с Kill Factory, который запускает курс профессия графический дизайнер. И теперь, чтобы стать дизайнером, совсем не обязательно заканчивать высшее образование. И слушать лекции тех, кто далек от современных задач. Графический дизайн – это основа основ дизайна и отличная база для старта в профессии. Обучившись ему, вы сможете связать свою жизнь с чем-то прекрасным, творческим. И не тревожиться о заработке. В школе Skill Factory есть курсы от ведущих дизайнеров-практиков, которые делятся с вами своим опытом. С помощью фотошопа, иллюстратора и фигмы вы сможете влиять на предметы, которые вас окружают. Вы сможете сделать все – от баннера и макета сайта до реальной упаковки продукта. А уже во время обучения вы сможете собрать портфолио из 10 полноценных работ в разных направлениях. На каждом онлайн-курсе Skill Factory создают качественно-образовательную атмосферу, обеспечивая прямую связь с преподавателями, чаты учеников и быструю поддержку. Вместе с вами будут учиться те, с кем в будущем можно будет создать крутую, креативную и уникальную команду. А школа даст вам все инструменты и знания, чтобы вы смогли конкурировать на рынке труда. Поддержка кадрового центра поможет правильно презентовать себя в будущем работодателю. 9 месяцев практики и актуальных знаний без воды ждут вас, а по промокоду МЕНТАЛ вы получите скидку 45%. Ссылка на курс со скидкой находится у меня в описании под видео. Для начала давайте разберем само понятие «неловкая ситуация». Неловкая ситуация – это ситуация, в которой человек испытывает сильный психологический дискомфорт и чувство смущения или стыда из-за совершения действия, по его мнению, не соответствующего общепринятым нормам поведения в социуме. Неловкая ситуация вызывает страх того, что окружение сложит от человека негативное мнение. Примечательно, что такие ситуации являются неловкими только для человека, который ее испытывает. А для остальных происходящее кажется либо забавным, либо совершенно нормальным. Но именно реакция самого человека наделяет драматизмом отношение к этой ситуации. В каких условиях вы сидели? Барак. Обама. Ну, типа. Прежде чем мы обсудим сами неловкие ситуации, необходимо разобраться в причинах кажущейся беспомощности и наших переживаний. Потому что без их понимания бороться с проблемой не выйдет. Давайте узнаем, как проявляются связанные напрямую с неловкими ситуациями эмоции стыда и смущения. Смущение – это чувство и состояние замешательства, неловкости, беззащитности, испытываемое кем-либо в ситуации социального взаимодействия. А характеризовать эмоцию смущения одной поведенческой реакцией или мимической конфигурацией практически невозможно. Если человек прячет глаза, отворачивается или опускает голову, его поведение можно расценить как проявление смущения. Но эта же мимическая реакция обнаруживается и при эмоции стыда. Однако люди, как правило, без всякого труда отличают одну эмоцию от другой интуитивно. Основой любого переживания смущения является ощущение беззащитности ситуации социального взаимодействия. Это чувство заставляет нас искать способы уклониться от тревожащих контактов, но до абсолютного отстранения, как правило, не доходит. Переживание смущения обязательно сопровождается чувством неадекватности и неловкости. Стыд же это чувство, объектом которого является какой-либо поступок или качество человека. Он напрямую связан с ощущением социальной неприемлемости за то, что стыдно, и для его возникновения необходимы реальные либо предполагаемые свидетели того, за что стыдно. В большей степени стыд обращен к будущему, к гипотетической возможности оказаться оцененным и разоблаченным. Смущение же, как правило, принимает форму состояния, скоротечного чувства уязвимости и несоответствия требованиям конкретной ситуации. Причиной стыда чаще всего бывает порицание или его ожидание, но в отдельных случаях поводом для переживаний может стать и похвала. Как, например, некоторые дети стыдятся от чрезмерной похвалы учителей или родителей. Это чувство не является врожденным для человека. Он учится стыдиться в возрасте от 2 до 7 лет, реагируя таким образом на порицание со стороны окружающих. Хелен Линд считает, что переживание стыда – это неожиданное или изумляющее столкновение с различными сторонами вашего «я» – осознанными или неосознанными, познанными либо непознанными, неожиданно проявившимися во взаимодействии друг с другом и с такими аспектами окружающего, которые прежде были неведомы вам. И когда вы чувствуете, что разоблачены, и все знают, что вы не в состоянии справиться со случившимися, вы испытываете стыд. Иногда человек не понимает, что делает что-то не так, а окружающий ощущает от его поведения неловкость. В современном сленге это принято называть испанский стыд или криш. Скрытое замешательство неразрывно связано с эмпатией, способностью переживать чувства другого человека. В неловкой ситуации наблюдатель сочувствует жертве смущения, принимая на себя это чувство. Еще одной причиной скрытого замешательства может стать самопроекция, при которой человек проецирует на себя нежелательные эмоции другого индивида. И, соответственно, переживает их. Оцени уровень, есть ли там что-то такое, за что мне нужно дать ему пизды. Ты уверен, что дал бы поперечному пизды? У меня есть яйца, и я как бы... Данила, привет! Сейчас будет. Короче, смотри, Данила, поперечный. Я считаю, что ты талантливый чувак, что у тебя хороший юмор. Твою! Я смотрел твои плохие шутки, и они мне понравились. Теперь мы знаем, как и почему проявляются основные эмоции неловких ситуаций. И попробуем вывести наилучший способ реагирования на них. Обратимся к реальным примерам. Как несвоевременная реакция на неловкую ситуацию может поставить под сомнение имидж человека? Сейчас мы с вами увидим. Четыре года назад известный бизнесмен Олег Тиньков пригласил на интервью своего более молодого, но, казалось бы, не менее дерзкого коллегу Петра Осипова, основателя нашумевшего сообщества «Бизнес-молодость». С самого начала разговора были отчетливо видны пренебрежительный тон и манера общения со стороны Тинькова по отношению к деятельности Петра и его личности. Но особый интерес вызывает момент ближе к концу интервью, который можно назвать кульминацией неловкости разговора для Петра Осипова. Он рассказывал о развитии своей компании. В какой-то момент Тиньков внезапно развернулся и начал крутить педали на велотренажере. Сметение Осипова слегка заметно. Он несколько раз бросает удивленный взгляд на Тинькова и тут же его отводит. Забывает, о чем говорил и пытается подобрать слова. А затем и вовсе растерянно улыбается и говорит междометиями. Я ровно через час сюда приду, буду крутить ровно час. Реакцию Петра понять можно. Это действительно уж слишком явные признаки пренебрежительного отношения собеседника. И важно было то, как он продолжит себя вести после столь провокационной выходки Тинькова. Однако он продолжил вести беседу так, будто ничего не произошло и старался больше не показывать никаких эмоций. При том, что Тиньков только усилил пренебрежительную манеру разговора. Он задает вопрос и тут же перебивает Осипова словами о том, сколько калорий уже сжег. Как бы показывая низкую ценность информации, которую говорит Осипов. Кстати, я уже сжег 43 калории, да. Или грубовато прерывает Петра словами «не соскакивай с темы». Но он продолжает делать вид, что ничего не происходит и никак не реагирует на дерзость Тинькова, а напротив слушается и возвращается к прошлому вопросу. Насколько же успешна была такая реакция Петра на продолжительную неловкость всей ситуации и пренебрежение со стороны собеседника? Не очень удачная. И это заметил практически каждый. У нас возникает то самое косвенное смущение, может быть даже испанский стыд, когда мы видим, что человек никак не реагирует на откровенное пренебрежение. На основании того, что Петр пришел рассказывать об успешности своей компании, можно предположить, что цель данного интервью – формирование репутации и имиджа бренда. И в данном случае он общается не с рядовым работником или предпринимателем, интерьером, а с довольно успешным бизнесменом, который к тому же не проявлял высокой заинтересованности к нему и его продукту с самого начала. Поэтому в коммуникации необходимо было проявить высокий уровень внимания. Что ты такой, что такой бизнес-молодость, потому что, ну да, я сказал, 10 тысяч подписчиков добавится, да, добавилось. Фактически их коммуникация была нацелена именно на формирование профессионального имиджа Петра Осипова. Однако он сделал ставку на презентации своего проекта, что, скорее всего, и стало его ошибкой. Пока Петр рассказывал о своем проекте, Олег демонстрировал неуважение, тем самым занижая ценность его слов и проекта в целом. Бездействие в данном случае лишь подтверждало низкую значимость и слабость бренда Петра Осипова. То есть можно сказать, что в данной коммуникации действия Петра не просто не соответствуют его цели, а еще и расходятся с ней. Осипов создал себе образ дерзкого предпринимателя и мотиватора, не признающего авторитетов и способного разнести собеседников пух и прах. А в этом интервью от было дерзости не осталось и следа, что лишь усилило эффект неловкости ситуации. Ему необходимо было вывести диалог на равные. Возможно, не обязательно было демонстрировать силу, если бы коммуникация изначально была такой. Однако Тиньков прямо бросил вызов своим пренебрежениям. У тебя проблема в том, что ты ни хрена не можешь задать вопрос ни один. Только говоришь, говоришь, говоришь на 20 тысяч рублей свои. Гнилое мнение свое впихиваешь. Безусловно, авторитет Тинькова мог надавить на Осипова. И вполне возможно, что Петр переоценил его. Если посмотреть на советы большинства психологов, то метод игнорирования встречается довольно часто и может быть полезен для того, чтобы избежать конфликта. Однако в данном случае игнорирование и повиновение лишь подтверждает превосходство Олега. И, как мы видим, ставит Петра в проигрышное положение. Поэтому не замечать неловкость и делать вид, что ничего не происходит, игнорировать проблему, а тем более повиноваться превосходству собеседника это проигрышная тактика, которая может помочь избежать 7-минутного конфликта, но способна за вами закрепить образ робкого или разрушить образ сильного человека. Потому что в данной ситуации происходит борьба за иерархическое положение. Рассмотрим другую ситуацию. Наверняка у вас бывало такое, что вы замечаете маленькую дырочку или пятно на одежде, а потом не можете перестать о ней думать. В такую же ситуацию попал актер Крис Хемсворт на шоу «Вечерний Ургант». И хотя наличие дырки никак не влияет на мнение о нем со стороны зрителя, потому что это довольно штатная и обычная ситуация, заметив ее, он всеми силами пытается скрыть. То есть мы наблюдаем свойственную неловким ситуациям переоценку значимости случившегося. Отчетливо видно изменения в поведении актера. Если до обнаружения дырки он вел себя расслабленно и непринужденно, то после ее обнаружения его поведение стало более нервным и натянутым. И неудивительно, что зрители это заметили. В этом случае мы наблюдаем, как переоценка значимости события и сопутствующий ее стресс с изменением поведения привлекли к себе внимание зрителя, который, может быть, и не заметил бы этой дырки. Кстати, эту неловкую ситуацию я уже обсуждал в своем телеграм-канале. Там подписчики первыми узнают о новых выпусках, а также получают доступ к закрытым материалам, которые я не публикую в других социальных сетях. Поэтому переходите по ссылке в описании и прокачивайте свои коммуникативные науки уже после этого выпуска. Кэрол Изерт в работе «Психология эмоций» охарактеризовал смущение так. Смущение всегда связано с чувством неуверенности, которое возникает в ситуации социального взаимодействия. Переживание смущения обязательно включает в себя чувство неадекватности и неловкости. Человек чувствует, что не в состоянии эффективно общаться. Все то время, пока он вынужден оставаться в ситуации социального взаимодействия, он напряжен. Ему кажется, что в любой момент он может сделать или сказать что-то нелепое и оказаться в глупом положении. Таким образом, можно прийти к выводу, что главный источник неловкости и смущения – это неуверенность в себе и отсутствие хороших коммуникативных навыков. Поэтому так важно развивать именно эти показатели. Мы все попадаем в различные неловкие ситуации. Ведь это неотъемлемая часть нашей жизни. Необходимо смириться с тем, что они всего лишь мимолетные ощущения. Ведь позволяя этим чувствам брать верх над собой, можно повторить судьбу главного героя рассказа Чехова «Смерть чиновника», который буквально умер от того, что попал в неловкую ситуацию. Но что чувствуем мы, когда читаем этот рассказ? Нам смешно, ведь это комедия. Смешно от того, что человек воспринимает все настолько близко к сердцу. Поэтому катастрофическая для нас ситуация может показаться сущим пустяком окружающим. Психолог Лэйси Шор заявляет, если вы часто смущаетесь, попытаетесь хотя бы раз преодолеть себя и понаблюдать за реакцией окружающих. Вместо того, чтобы прятать глаза, извинитесь и посмейтесь над собой вместе с ними. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Уже очень скоро увидимся вновь. Хочу поделиться с вами небольшой новостью. Теперь на моем канале доступна функция спонсорства. И я буду активно развивать ее на ютубе. Если вдруг не знаете, что это, это платная подписка, которая дает доступ к эксклюзивным бонусам и предоставляет автору возможность не зависеть от сторонних рекламодателей. Мы проработали 5 различных уровень с очень приятными бонусами и в будущем планируем только добавлять их. Что доступно сейчас? Доступ к невошедшим фрагментам из видео, разбор событий, ситуации, идеи о фильме, сериале, политическая повестка и многое другое. Обучающие видео раз в месяц. Вы получите доступ к урокам из уже закрытых мной курсов, которые я когда-то выпускал. Доступ в закрытый телеграм-чат со мной и моей командой. Ранний доступ к новому контенту. Выбор темы для нового видео. Надеюсь, будете хорошо предлагать. И предзаказ курсов по самой выгодной цене, которые у меня будут выходить в будущем. Все, кто просил доступ к моим старым курсам, теперь могут получить его в 20 раз дешевле. Я уже опубликовал некоторые уроки и не вошедшие фрагменты, поэтому если вы хотите поддержать канал и получить эксклюзивные бонусы, кнопка находится прямо под видео. Где-то там. Развивайте навыки вместе с Ментал.